Понятно, что обе игравшие сегодня команды находились в нижней части таблицы, ну плюс погодные условия. И мы понимали, что игра будет, что называется, от ножа с каким-то, ну больше направленностью, скажем, игры на единоборство, на то, кто больше будет хотеть. Я считаю, что, в принципе, игра получилась рано, оба соперника хотели выиграть, у них возникали как у одних, так и у других ворот, но мы геализовали тот момент, который у нас возник в концовке игры. Я очень рад, что мы сегодня выиграли, это первые очки, которые мы набрали на выезде, я надеюсь, что это поможет решить задачи, которые поставлены в финальном сезоне. А какая задача поставлена? Задача закрепиться в финальном сезоне. А вот вы собирали со всеми лидерами, можно сказать, в первенство, кого бы из команд вы выделили, кто, как вы думаете, готов процедовать на выход в премьер-лигу? Ну, я думаю, что здесь группа команд, которые находятся вверху, они как раз и по финансовым возможностям, и по своей инфраструктуре. Команды все готовы играть, выигрывают, по крайней мере, турнир, насколько готовы, в примере, либо не сложно следить. Но больше всего понравилась команда Оренбурга, потому что главного тренера работают с этой командой, и, может быть, таких слишком громких имен в этом коллективе нет. Но видно работа именно тренерского штаба, поставленная игра, и достаточно уверенно коллектив идет по турнирной таблице. А вот по ощущению, вот вы вышли в ФНЛ, то есть уровень отличается от сторонники? Да, естественно, конечно, во-первых, большее количество единоборств, сама игра более насыщенная, быстрее принимается решение игроками в той или иной игровой ситуации. Поэтому разница, естественно, есть, и я считаю, что уровень команд ФНЛ все-таки отличается от уровня команд, которые находятся во втором дивизионе. Ну, если посмотреть, допустим, те команды, которые находятся вверху турнирной таблицы, это как раз коллективы, укомплектованные теми игроками, которые до давно играют здесь в ФНЛ, либо те игроки, которые пришли из премьер-лиги. Так, ну, на мой взгляд, разница есть. Спасибо, Иосифович. Ваш момент? Ну, игра на 6 очков, свет минимальный, тяжелые поли. В принципе, ну, хорошего качества для этого времени года, да, поэтому настраивались на борьбу. В принципе, что было, то и ожидали, да, где-то игра с равными шансами, но в очередной раз или не везет, или нет, не хватает мастерства, у нас 100% оба момент в первом тайме не реализовали. После перерыва, ну, теперь уже больше владели инициативой, были подходы, ну, к сожалению, получили удаление. Но я благодарен ребятам, даже после удаления, очень хорошо играли, да, с очередными подходами. Ну, не хватало, там, последнего паса или играл хорошо, там, вратарь, не хватало, может быть, и фаркта, и реализации. Ну, к сожалению, хотели выбрать, и в конце пропустили. Контратаку, как бы, это угол нелогичный, но, как говорится, везет тому, кто везет. То есть, не повезло давать перекладины, там, добили. А так, ну, что претензии ребят ставятся, в принципе. Ну, надо все равно переломить, не хватает, конечно, реализации. Тех моментов создаем много, а так, по самонадаче, по остальному нет. Особенно, я очень благодарен, когда остались с командой, у нас в меньшинстве. То есть, вот, работали в полной мере, задвигались, может, больше, да, и держался. И подходы, и выходы, где-то, я еще раз повторюсь, не подал последнего паса. Владимир Славич, несколько удивил стартовый состав, это связано с поражением группы в важных жерелье. Что вас удивило? Ну, выход, что слово, допустим. Выход, что слово, ну, там есть какие-то... Посмотрели, да, как говорится, он центральный защитник, неблагую хуйню, в принципе, набрал. Ну, и у нас где-то Ганяев упустил такие, можно сказать, ну, несвойственные ему ошибки. Поэтому, дальше, ну, и хорошо, в принципе, сыграл, как говорится. Ну, вышел Федотов, да, у нас по опорной зоне пропускал именно ФПИ. Тоже достойно, к сожалению, получил в перерыве Тарминова. О, посмотрите, Хубаев не выпал из игры, а то и усилил, то и игру разумности. Где-то парень с ударом, будет больше в центре, наверное, движения и разумные действия. Поэтому, а впереди, ну, сами знаете, там пришлось момент, когда у Давыдова стандартно, к сожалению, не реализовало еще подходы к этому. Там, у Гашокова, ну, стопроцентная вторая тайна, хорошо убрала здесь. Поэтому, надо бы заслужить это везение, как говорится, ну, работая на тренировках только одно и то же. Ну, говорите, как говорится, уже, хотя работаем, но пока не получается воплотить в игре. Хотя, честно, я говорю, там у нас сегодня такая очень добротная игра. Да, да, был провал в Воронеже, но сегодня, я думаю, это болючки. Мы не можем там сказать, что ребята не хотели, они же даже могли, создавали одно, не получилось в совершающей стадии. В принципе, думаю, они сами переживают. Мы как будем уходить, постараемся из этого черной полосы.